Всем привет! Не ждали, да никто и не ждет уже давным-давно, судя по просто мизерным, с мизинчик просмотрам на последнем моем выпуске Фабрики Звезд 3, открытие, да, кто пропустил, кому интересно, можете зайти ко мне посмотреть. Привет! Сегодня я смотрю с вами первый отчетный концерт, на самом деле все это дико грустно. То просмотры заходят за 400, то просмотры не могут дойти даже до 100. Я не понимаю, как это все продвигать, я не сммщик, не умею, но в общем буду делать, что делаю. Вот и все. В общем, да, перед тем, как мы начнем просмотр, хочу сказать о том, что у меня есть Boosty. Что касаемо Фабрики Звезд, то там выходят выпуски 2 выпуска в неделю, а на YouTube только по одному. Плюс там есть эксклюзивный контент, например, на данный момент я делаю там реакции на все альбомы Bjork в первый раз, также я делаю ретроспективу полную Мадонны от первого альбома до последнего, абсолютно все ее альбомы, клипы, туры и так далее. Поэтому, если хотите, можете подписаться, а также, если вы хотите мне задонатить на любую реакцию, абсолютно любую, любую песню, клипы, альбом, опять же, можете сделать внизу по ссылке на донаты на Boosty, либо на карту, либо можете просто задонатить за красивые бусы, например. Вот, теперь, пожалуйста, очень прошу от вас лайк, распространение, комментариев злых, добрых и что хотите, главное, чтобы были. И поехали. Первый отчетный концерт «Фабрика Звезд 3». Слушайте, я, как понимаю, номинации сегодня у нас пока еще не будет, судя по опыту «Фабрики Звезд 2», да? Это просто будет концерт, где участники будут петь со звездами. Хочу сказать, так же, как я уже и заметил в первом выпуске этой «Фабрики», о том, что я ее не очень помню. Смотрел я этот сезон, ну, наверное, меньше, нет, меньше всего я смотрел седьмой, вот, но этот смотрел, ну, раза, ну, три максимума. И последний раз это было очень давно при «Царе Горо», это прям очень давно было. Поэтому участников я не помню, знаю, Туцци, КГБ и Юлию Михальчик, все. И Светлану Светикову, за которую я болею. Ну, понятно, мы все знаем, кто выиграет. Такая мода у них здесь, знаешь, вот, если на второй был какой-то салат, то тут уже более-менее есть определенный стиль. Такой стрит-вэр, да? Вот на второй был стилист такой, какой-то слегка с прибамбасами в башке, с гусями-лебедями, и поэтому он одевал всех очень, не то что странно, а, можно сказать, ярче, наверное, в цирке как-то даже. То есть иногда, смотря на наряды, как какой-нибудь рассказ, да, хреб с ней срассказывай, Белецкой, Савичевой или, может быть, той же Темниковой, ну, хотелось просто спрятаться, наверное, от такого, понимаешь, ну, от такого, прямо светофора. Ну, поприличнее, да. Слушай, вообще хочу сказать, что... Честно, я знаю, что есть много фанатов о этой фабрике, вы, собственно, сами выбрали ее, чтобы я реакт сделал. Но, по-моему, для меня, честно, будет ужасная музыка здесь, по-моему. Потому что тут был Шульгин, который, как мне кажется, весь талант свой растратил еще в 90-х и просто писал какой-то ужасный, колхозный поп-по-псу вот в традициях конца 80-х. Мне нравится, слушайте, да, мне действительно нравится одежда. Местная рэперша будет, нет? Мне нравится, что помню. Я путал в детстве Михальчик и... Как же эту сучку зовут, Целую? И Крайнову. Скажи они одинаковые. Для вас звучит наш гимн, и здесь вы могли проследить всю историю проекта «Фабрика звезд». Куплицик от Пусть, не первая фабрика, а первая фабрика. Я она такая прям, слушай. Вот оно, оригинальное произведение, написанное специально для них, для этих ваших новых героев. Для фабрики звезды. Ну, скажите, в разы круче стайл. Да, друзья, это «Фабрика на первом». Мы работаем всего лишь одну... Ей очень идет. Я сейчас очень рассчитываю на поддержку и зрителей в студии, и зрителей по всей стране, потому что нашим новым героям предстоит пройти первое серьезное в их жизни испытание. Первый отчетный концерт. Вот как вы ладку назовете, так она и поплывет. Так что поддерживаем. Нет-нет-нет, это все зависит от продюсера. Не-не-не, я... Тут могут быть очень талантливые ребята, но просто им не повезло с продюсером, я это скажу. То есть, смотри, настолько для меня никакущее второсырье с песнями здесь, что я даже не могу вспомнить сольников, ни одного. Соня Кузьмина, Москва! Ну, котенок! Все! Мой мозг пытался это забыть, видимо. Александр Киреев, Алушта! Николай Свеченко, Москва! Ирина Омбайдау! Хорошие зубы были у женщины, прям хорошие. Никита Малинин, Москва! Юлия Михайчик, Санкт-Петербург! Вот поставь ее и крайнову. Вот если я еще чуть-чуть выпью, туши свет, я не различую. Светикова, это мой личный бриллиант фабрики. Именно вот этот. Олег Добрынин, Москва! Ксения Малиева, Кузь! Ну, красивая женщина. Мне показалось ли, вы хлопали гораздо сильнее, чем на первом концерте? Не слышала от книг каких хлопков. Вот теперь похоже на правду. Николай Басков! Пиздец, ну зачем? Помните, я говорил вам, что фабрика всегда начинает свои отчетные с самого соскучного, а потом уже разбег идет дальше. Может, конечно, здесь есть фанаты, которые смотрят меня Баскова, потому что, собственно, чем-то мы с ним, в принципе, похожи. Наверное, вы догадываетесь, чем, не буду говорить. Но я просто не могу абсолютно слушать музыкальный материал его. То есть, для меня он хорош, как юморист. У него действительно очень хорошее чувство юмора, когда он работает в качестве ведущего. Он очень быстрый, он очень в точку. Вот, но не знаю. Пиздец, ну зачем? Пиздец, ну зачем? Пиздец. Мне всегда так интересно смотреть, как они дужатся под фанеру. Как вы думаете, какая сцена все-таки более эффектнее? На второй, либо на третьей? На второй мне нравилось, что была какая-то звезда сзади, или что там было. Было что-то более округлое, да? Вроде бы. А тут такое, блоковое более, наверное. Но тоже все, мне кажется, что со стилем. Вот фабрика сделана, действительно над ней прям работали люди. То есть, видно, что это обширный, многовостребованный, многовложенный проект. А еще я хочу у вас спросить в комментариях, вот на какую фабрику вы бы хотели бы попасть. От первой до седьмой. Ну и можно взять две новые. Я бы, наверное, хотел быть на второй, но я не воспринимаю Фадеева как человека. На четвертой меня бы отпиздили. На четвертой, это точно. Пятая, может быть. На первой не нужно. Вообще, мне нравится помимо второй, шестая очень. Вот я бы на ней, наверное, хотел бы попасть. Там дробыш нет. На второй, окей. С Фадеевым разберемся. Ну он, конечно, петушарый, я имею в виду в смысле. И павлин даже, наверное. Он, конечно, да, он прямо вот любит встать. Вот эти вот всякие, понимаешь, достоевские движения. Вот это вот все. Человек себя любит. Человек себя показывает. В принципе, нормально. У меня такое ощущение, что песня уже на пол выпуска ведет. Очень нудно. Мне кажется, фанаты «Фабрики звезд» в основном подростки были, да. И я думаю, что они, как бы, если бы хотели такое услышать, то пошли бы куда-нибудь в оперетту или куда-нибудь в театр. Но они идут на, блядь, дискотечное шоу. То есть я не умоляю таланты его. Я просто считаю, что это немножечко не к месту. Здесь должен быть такой прямо сабанту и блястовок, как я считаю. Всего доброго. До свидания, Яна. Спасибо за напутствие. И все-таки артистам будет, наверное, приятнее, чем журналистам, ведущим. Потому что ведущим всегда озарен чьей-то чужой славой, чужой гениальностью и чужим талантом. Но я не жалуюсь. Я просто люблю своих гениальных зрителей. Есть такое, ты знаешь, когда работаешь в качестве стилиста, либо фотографа на площадке, всегда немножко иногда ощущаешь себя не главным здесь. То есть ей есть модель, ради которой мы все это делаем. Нет, понятно, что мы все это делаем для себя и для заказчика, но думаешь, что ты не самый тут важный. Вы поняли, что я имею. Хотя, в принципе, по-моему, из всех, наверное, самое главное, это фотограф. Сообщение должно содержаться имя и фамилия. Или только фамилия человека, за которого вы голосуете. Отсылаете фамилию. Страшные скриншоты. И выбираем пятерку самых талантливых, на ваш взгляд, жителей Звездного дома. Вот такая вот затейливая очень игра. Так что отсылайте смс-сообщение с фамилиями полюбившихся вам участников. Лучший участник, по вашему мнению, получит от дирекции фабрики подарок. Его могут отпустить в увольнительную домой. Свидание с девушкой разрешить. В общем, помогите, пожалуйста, людям. Они в заточении сидят. Очень многое зависит от вас. Кстати говоря, у нас на фабрике есть еще одно нововведение. Мы растим не просто артистов, мы растим талантливых личностей. А для того, чтобы воспитать личность, нужна железная дисциплина. У нас дисциплинарное нововведение. Называется система шариков. Вот такие вот резиновые шарики получают волкоприкаты. Желтый в том случае, если кто-то проявляет какие-то успехи в учебе, в творчестве, в труде. А синий получает тот, кто нарушает правила поведения в доме. А почему шарики? Это было принято в каком-то пьяном угаре. Я просто не понимаю. А давай еще шарики. Вот будут шарики. Синий и, допустим, желтый. Золотое кольцо и Надежда Кадышева. А кто следующий будет? Муслим Магомаев с могилой под ним. Чувак этот был на второй. Вот этот вот. Нет? Писатель который. Йооо, вот это культик хип-хоп. Писатель моя жила. Я винулась из тревожного сна. Не ходи, ты друг со мной не ходи. Вот так то, что в темной ночи не стой. И ничего плохое у меня позади. Все хорошее осталось со мной. Не ходи, ты друг со мной не ходи. Как вы добыли диск с записью моего сна предыдущего. Все хорошее осталось со мной. Сзади желтый я вылитый. Вон тот, который сзади глянь. Прямо с яда. Слыши. Вообще похож. Риил. Вот там птицу штырит. Глянь вон ту розовую. Подожди, а то и это и будут? Мне кажется, даже Леди Гага такого себе бы не смогла позволить. Не додумалась бы даже. Не вернулась, походу. Еще пока. Не, ну понятно, что весело. Это ж мне, как обычно, лишь бы доебаться. Или вы тоже это видите. Медные танцоры. У нас, кроме нашей молодости, пока что мало что имеется. Но, может быть, еще и талант. А вот что нам действительно нужно, так это опыт. Опыт артистов, которые уже не первый год на сцене. И могут нас, я сейчас не про себя, конечно, говорю, а вот про этих 16 полуфабрикатов чему-то научить в искусстве. Александр Буйнов. Профессионал из профессионалов. Прошу на эту сцену. Это, наверное, его десятое появление за две фабрики уже. Мне кажется, Буйнов уж точно что-то скрывает. Мне кажется, он как-то тайно проходит кастинги. И пытается все больше времени находиться на фабрике. Вот что-то здесь, бля, не так. Валерия? Нет, не Валерия. Да, Ирина Ордман, уже очень похожа на Валерию сзади. Именно от того времени. Помнишь, как я тебе сказал, что я не знаю ни одну песню Буйнова? Так вот, за десять раз я так и не узнал. Серьезно, я не могу ничего вспомнить. Дела, делишки. Хороший голос у нее. Звонкий. Ну, не знаю. Это как-то прям, я не могу сказать, что за стиль это. Это отсутствие его. Я имею в виду по музыке. Как-то это очень грустно. Ну, опять же, мне нравится, как она одета здесь. Это просто очень, без лишнего. На второй ей бы добавили парик, нос, вот этот, знаете, с усами и очки. Дела, делишки, ты понимаешь? А в общем-то, делишки. Я не знаю, песня вроде бы такая должна быть позитивная, то есть, да, какая-то такая. А мне даже и двигаться как-то не хочется под нее вроде. То есть, я могу подвигаться под что-то дико колхозное. Я люблю это все, да. Если вы знаете, у меня есть на канале рубрика под названием «Ридикюль». Вот. И там прям, ну, трэш весь. Самый трэш российской, украинской, белорусской попсы. Вот. Ну, я не могу, ну, это как-то, я не знаю, мне даже не хочется. Это очень плоско, это очень водяная, водяная эта песня. То есть, никакущая. Вот так вот. Корпоративное движение, вот это, конечно, я обожаю. Александр Буинов и Ирина Горгман. Спасибо вам, Александр. Кстати, о любви давайте поговорим. Не возвращайтесь, пожалуйста. Дверь вон там. Что, эта фабрика, я говорю, ребята, вы знаете, чем вы отличаетесь от предыдущих двух? Вы самые напористые, понятно, да? Мы напористые, потому что нам сложно. Мы третие, а это всегда нужно заново пробивать себе дорогу. Ладно, ладно, ладно. Человек в возрасте. Ого, как доказуемо. Но, друзья, вам не скрыться от наших 28 камер. Помните об этом. Я не понимаю, как это все странно чувствовалось сейчас. Бать, уже на первом неделе? Блин. Я помню, какой-то мини-романчик. А у Бебер с Малининым был, да? Ты сказал вчера «другие», я сказала «другие». Мне просто это неинтересно. Мне это не хочется. Я тебя прошу, встань, пожалуйста. Коль, я тебя умоляю. Хороший на самом деле. Я тебя прошу, что он плохой. Молодой просто. Ты что, понимаешь? Да ты мой маленький. Наш пострел везде поспел. Слушай, просто алендалон. Ей суток не может быть, понимаешь? Ты хочешь уйти? Я с вами уже очень люблю. Я лучше сколько, в неделю не мечу. Это я будешь, чтобы он хоть на одну шоу пришел. А, в общем-то, делишки. Да-да-да-да-да-да. Приездчивая песня, пиздебля. Мы знаем, что он у тебя военный. Тут сложновато, конечно. Потому что у него свой график, у нас свой. Но вот мужа нет для тебя сегодня у нас. Но есть спонсорское участие. Спонсор программы «Косметика Мира. Видя твои страдания». Желаю тебе дать... И твой муж в этой коробке. Все необходимое. Иди сюда, я тебе подарок подарю. Молодость, красота, талант. А вот у меня к тебе, Лесенька, есть одно замечание. Я тут посмотрела. Вы, кажется, издевались над «Фабрикой 1» и «Фабрикой 2». Сделали радикальную фабрику звезд. Я про всем рассказываю. Так вот, Лесень Ярославская изображала, кого бы вы думали. Известную ведущую Яну Чудикову. Спасибо. Как тебе быть Яной Чудиковой, расскажите? У тебя в доме или что они... О чем они говорят? Вы знаете, вот я знаю, как я себя чувствую. На своем месте. Но я не знаю, как бы я чувствовал себя на месте Леси Ярославской. Особенно зная, с кем ей предстоит выступать. Это же замечательные артисты. Группа «Хай-фай». Ну, тоже постоянные казачки. Они всегда там. Они живут на «Фабрике», блядь. Ненавижу вашу розовую кофточку. Ну, знаете, у «Хай-фай», в принципе, хорошее попсовое музло. Оно качественное. Но, опять же, это какая-то очень фейковая для меня группа, история. То есть, мы знаем, что Митя Фомин пел голосом продюсера. Там есть вот эта женщина, Таня Терешина здесь, да, у нас. Она не пела вообще. И стриптизер, который тоже непонятно, зачем микрофон. Как будто бы эта группа очень такая. С фальсифицированная, она не настоящая. А вот, знаете, люди еще любят спекулировать. Типа, а почему, если Митя Фомин пел голосом продюсера Евсеева, или как его там звали, почему сейчас в сольниках он поет своим, и у него такой же голос? Нет, люди просто, как сказать, они в голове у себя оставили, что голос вот такой, да, был. И поэтому они сравнивают, и у них автоматически как-то они соединяются. Не похож голос. То есть, он может быть где-то похож, а из-за того, что он мужской и такой лайтовый очень. Вот. А так, нет. Ребят, просыпаемся. Это эффект определенный у вас. Ребят, просыпаемся. 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 но у терёшиной как не было голоса так и не стало она неумолимо красивая женщина очень даже мне нравится ее внешность она прям вот классическая красотка московская вот голоса у человека ноль то есть был даже со мной замечен один грешок я даже слушал ее альбом год наверное 2010 но это было сложно я не знаю что меня сподвигло взять и послушать по моему из того что мне понравилось у нее это на крыльях нашей любви не осталось рабочих турбин и то вот тупо из-за текста не оправдала свой голос абсолютно здесь опять же не все песни должны быть голосом улыбни мне надо вспомнить об этом я хочу серьезно задуматься о том чтобы исправить свое поведение Никита Малинин постарайся спеть хорошо с Наташей Королевой ой да там стараться это не надо хотя нет у Наташи голос есть но мне он всегда казался такой слишком сладкий то есть неплохо поет но не больше даже у Королева здесь вот стиль вот если сравнить со со второй фабрика этот какой-то более современный что или и не такой колхозный как мне кажется но музыка ужас твой мир я знаю как это твой мир как он красиво светил но это по-моему не Наташа Королева да у нас все закружилось пронеслось и осень и зима о чем мечталась о чем ты знала все сама твой мир в котором ты живешь твой день где ты кого-то ждешь твой сон где все твои мечты такое ощущение что я слышал эту песню но у меня все равно ассоциация с Арбакайтой потому что у Арбакайты было похожее что-то я не про твой мир ой не про твой мир в каком красивом светлее он не про эту у нее было действительно что-то похожее по мелодии хотя это звучит в принципе как типичная песня 2002 саундтрек к сериалу на первом канале какая-нибудь обреченная стать звездой не накружит ветер суеты начнется новый день и то о чем мечтаешь ты вот вы заметили как какая была крутая электронная бокса где-то с середины до конца 90-х а вот потом резко именно в России вот года наверное со 2-го вот с 1-го с 3-го до наверное 2008-го с 7-го вот так вот вот это было все как-то очень пресно дешево очень по детсадовски вот прямо да часики вот это вот вот это вот вот прям вот какой-то определенный вот это что да я уверен, что у русской попси есть сила брен у нее есть такие алмазы и в принципе у вас есть много талантливых людей с которыми можно было делать что-то модное очень, а не вот это. Я знаешь, что жду? Я жду Viagra, хотя бы на этой фабрике очень. Потому что это, сука, 2003 год, а это рассвет Viagra, это золотой состав, это все самые главные хиты. Наташа мне нравится как человек, она очень открытая, солнечная, добрая и у нее чувство юмора. Руслан Курик, это получается какой-то участник у нас давить, да, получается? Называемая аудиокнига, которую я сам же озвучил, называется «История одного леса». Какие-то приобретения пишите в ней в личку или в этой группе. Почему-то в лесу около одной какой-то березки надо было читать. Да ебываюсь, да ебываюсь, знаю, да ебываюсь, знаю, знаю. Всем не хочется думать о серьезном, мы здесь поднимаем вечные темы. Любовь и музыка, отцы и дети, студенты и преподаватели. Кстати, если бы фабрика звезд проходила день в средневековье, вики в 12-м, то полуфабрикаты, наверное, назывались бы вагантами, например. А преподаватели также были к ним строги, как это и всегда бывает. Об этом и не только. Полуфабрикаты, крик души. Поехали, песня студентов! По французской стороне, на чужой планете, предстоит... Похоже на эту... Какая-то... Господи, вы помните? В 67-м году. Трам-дварин-барин, тан-дан-дан-дан, дран-дам-барин, да-дан-да. Очень похоже было в самом начале, окей. я не знаю эту песню почему я так и думал что у нее будет вот такой голос я не знаю я жопой чую что у нее вот такой я заметил я заметил так я нашел свою машу ржевскую этого проекта все ваше 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 студенту Ирландское что-то На конях до саблей Музыка Давида Тухманова Слова неизвестного студента Жившего лет до 800 лет назад Вот 800 лет назад человек текст написал А ведь ничего же не изменилось 800 лет назад 800 лет назад Уродственникам, которые остались дома У своих экранов Фабрика 3 Это их первый такой масштабный танцевальный номер Требую оценить точно 1273 год Ужас 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 Сейчас вы будете петь Чарочка моя Серебряная По очереди Ужас 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 Очень приливная Я бы Знаете, что глянул бы Какие-нибудь вырезки из дневников, надо, кстати, взять и поискать. Не на реакцию, а просто так, для себя, чтобы узнать, так сказать, больше лора. Это тебе не Хукрым ух, а это фабрика звезд? Ну а теперь те самые профессора, которые студентов учат и, наверное, насмерть замучат этих беремых шкалеров, но только где-то месяца через три, не раньше. Педагог по вокалу Владимир Коробко. Помним, знаем, любим, уважаем. Преподаватель по актерскому мастерству Герман Седаков. Помним только фамилию. Преподаватель по фитнесу Ольга Слуцкер. Путаем всегда со Слуцкой. Я пока не знаю. Преподаватель по режиссуре и мастерству на эстраде и режиссер-постановщик. Очень знакомое лицо. Очень, очень знакомое лицо. Чихахбилия, помню. Помню точно. Преподаватель постсценической речи Вилия Кавальзон. Учитель танцев Милый Егор Дружинин. Не изменилось ничего. Кто здесь? Нет, спасибо, мы не голодные. К учебе читалось на лицах полуфабрикатов сейчас страшно сказать. Можете сесть. Даль уважения преподавателю модули, хотя мы его будем отдавать еще очень долго. Формально звезды в число преподавателей не входит. Но тем не менее, каждый раз, когда вы с ними выступаете, они вас обязательно чему-то учат. Александр Маршал, пожалуйста, научите чему-нибудь Рому Барсукову. Почему такой одинаковый набор исполнителей? Вечно. Он одинаковый. Почему? Столько было звезд, групп, что? Буйнов, Маршал, Кадышев, Басков. Хай-фай нахуй. Да потому что я не хочу, чтобы все бесит. Кто это из КГБ этот хер? Ведь все, у меня все. Ох, этот вспотел, глянь как, а! Сердешный, посмотри, аж взгляд куда-то, все. Я просто, когда волнуюсь, то же самое, у меня взгляд вот такой, я потею, краснею, у меня начинается ужас просто. Вот так вот я начинаю. Поэтому, в принципе, я его понимаю. Я бы там седьмой водой взял бы, растворился и прямо на Валерию кавальзону вот так вот. Белый пепел, кружит над землей. Белый пепел, сгорит на глазах. Ой, как будто хапанул лишнего. Вот этот, который из КГБ, я просто забыл, как его зовут. Чтоб вернуться на землю с собой. Ё, ебать, он прям маслом блестит. Господи, шо разволновали так-то пацана? А он, по-моему, это ж этот, который с этого, с этого самого, да? Как его? С завода, да? И это еще и не фанера. Это они серьезно взяли и оставили? На последнем вздохе. Чисто, блин, обитель зла. Ой, как плохо. Ой, вообще. Что они думали, когда его взяли на фабрику? Что вообще? Типа у нас должен в каждой фабрике быть свой ниггер, а этот более-менее загорелый? Или что они думали? Он не умеет петь вообще. Он не поет, он не пытается. Он просто... На рахите. Пепел, пепел, кружит над землей. Пепел, пепел, сгорит на глазах. Это какое-то, знаешь, это вот и последнее выступление в жизни, и все, и в гроб. Ты посмотри, как он в спать. Ты видишь вообще? Еще и в пинжаке в этом махровом. Ой, господи. Белый пепел, сгорит на глазах. Мы зажгли эти сны в небесах. Точно Ржевская. Чтоб вернуться на землю с тобой. Я могу скинуть это все на волнение, да? Но раз, не попал в фанеру. Два. А третий раз, это уже преступление, я считаю. Это уже не подготовка. Либо ставьте там им это, как называется, субтитры, или как, чтобы, ну, как бы на экране там вот около них, чтобы напротив их слова были. Потому что, ну, это какой-то уже прям бронография. Спасибо, Александр Маршал. И спасибо, хочу сказать, городу Будь Хрустальный за то, что вырастил певца с таким богатым тембрально-низким баритоном. Владимир Коробка меня поправит, если я не права. Но, по-моему, у него прекрасный голос, не так ли? Наоборот, у него его нету. Поэтому они не пытаются его даже выводить в ноты. Они типа, лучше. Я ошиблась, потому что Татьяна Овсиенко и Александр Киреев считают по-другому. Ты теряешь, так называется, песня. Татьяна Овсиенко! Мне у Овсиенко, честно, я признаюсь, падре, нравится одна песня года 2000-го под названием «Я буду лететь за тобой». Она сделана очень модно и стильно. Она сделана такой хаос в клубной обработке именно в тех лет. Такой прям модный хаос, такой фэшн. Гляньте обязательно и клип, и песня. Голоса нет у человека, но песня прям спродюсирована как надо. А еще мне дико нравится, как она здесь выглядит. Очень. Ты теряешь облака, ты теряешь половинку неба. А на небе ты ни разу не был. Я с этой песней. Это вот тоже из того же говняного короба дешевой попси. Прямо дешевый. Я помню, Овсиенко такая спортивная, кстати, у нее прям был пресс. Такой прям мужской даже можно сказать. Такая наша ответа Мелани Си. А потом она спелась. А на небе ты ни разу не был. Завалял там дурака. Я помню. Почему я это помню? Отдому, блядь, господу и дьяволу известно. А на небе ты ни разу не был. Я даже, что себя она. Неплохой гитарный проигрыш. Неплохой, но очень репетитивный, что делает его дешевым. Не дешевым, а попсовым. Ой, прям попсовым. Не поп, а попсовым. И опять же, я не вижу. Я ору, да, сейчас? Я ору. Опять же, у участника, у фабриканта нету возможности раскрыться здесь, да? Вообще. Либо у них у всех вот такой вот простой голос. Ну так, смотри. Ничего, все какие-то потные там выходят. Я раньше Овсеенко абсолютно не мог отличить под расстрелом даже от Апиной. А у меня вообще было, знаешь, Овсеенко, Апина, Хлебникова, какая-нибудь Разина. Там еще Салтыкова от Ветлицких вообще. Это было две одинаковых женщины для меня абсолютно. Королевый, вот это вот все в одном чанер варилось у меня раньше. Сейчас я уже более-менее в попсе различаю. Я уже варюсь сам в котлетах. Послушайте, Овсеенко, я буду лететь за тобой. Крутейший хаос, прям вообще. И мы снова в прямом эфире подводим итоги первой недели нашей работы. Вот вам один из итогов. Отныне вы можете не только смотреть нас по первому каналу, но и всегда узнавать о нас все, абсолютно все, на сайте тройной w1tv.ru. Он работает уже целую неделю и будет работать до конца проекта. Пожалуйста, заходите и смотрите на нас. Вы знаете, у нас по правилам, конечно, запрещено полуфабрикатам встречаться с родителями. Ну, просто потому что они должны жить в полной изоляции от внешнего мира. Но иногда мы делаем исключения, особенно когда для этого имеются лазейки. Ведь можно же полуфабрикату встречаться с артистом, так ведь? Поэтому Соня Кузьмина сейчас поет с Владимиром Кузьминым. Все честно. Я не буду комментировать, окей, что я думаю о честности, этого проекта, окей. Мне так нравится, как все вот эти вот блатнющие, блатнющие бьют себя в грудь. Я проходил хастинги, как и все. Мне сказали, что если я не понравлюсь... Нет, мне мой отец сказал, что я тебя не положил, не заступился. Ничего, если ты не понравишься, значит ты не пройдет, разлист от тебя, блат, и в грудь себя вот так, вот так, вот так. Это хуйня. Не верьте никогда этому, не верьте. Да, меня бесит. Меня бесит. Меня бесит вообще несправедливость. Пальцы себе сломал. Коса нет у человека. А мне! Ой, врядство! Господи, помоги мне! Я буду предвзят и очень зло относиться к участникам, которые по блату. Да. Что у них за какие-то очень орымпичные хиты? Они, во-первых, очень резкие, во-вторых, они не в тему этой песни абсолютно. Вот это здесь не в тему, алло. Бля, она меня уже бесит. И голос мне не надо... Конка! Вся жизнь важная конка! А вот, смотри, у нее какое-то клише, а с клипов орымпичных, да? Типа у меня такое же есть, да. Вот. Но ты же, на сцене и тебя должны были взять и научить, типа, по рукам, да. Типа вот это вот все здесь не подходит. Вот это все здесь не подходит. Что жизнь одна, да. Вот это все здесь не подходит. Типа у меня есть, да. О, да. Серьезно-мое. Во! Я хочу, как раздражать вау. Типа у меня здесь не подходит. Вот это все здесь не подходит. Типа у меня здесь не подходит. Типа у меня здесь не подходит. По-второй, мне быть, довольтись. Ладно, с ней еще не все потеряно, не все, но мне не нравится ее волос вообще, он какой-то детский очень что-ли Вот такой вот, он очень плоский А ты звони мне в маску, будешь звони в том, он скажет, что ты готов, а ты не строишь себя в голову, дуракат, ты лучше мне позвонить, я буду ждать званка, я буду ждать званка Звони мне в маску, ты лучше мне позвонить, я буду ждать званка, 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 я не знаю что сказать я уверен что были более талантливые люди на кастингах я уверен просто понимаешь если бы это было бы хотя бы оправданно не в рот ебенный голос, не в рот ебенная харизма, не в рот ебенная внешность то есть Савичева это было оправданно я считаю тут нет это ощущение что у меня этот глаз уезжает в ту сторону это два артиста, две звезды, две светлых повести кстати между прочим звонить родителям среди ночи по правилам нашим запрещено максимум когда можно это сделать с 10 до 0 по вечерам а еще если заработаете синий шарик то могут вообще лишить этого святого права фабрика звезд это проект истории друзья мои хочу вам напомнить как в финале проекта фабрика звезд 2 на финальном концерте в олимпийском Глюкоза, девушка которая до того момента существовала совершенно виртуально в качестве мультяшки она наконец открыла всем свое личико оказалась хорошенькая личико красивая девушка замечательный проект музыкального продюсера прошлой фабрики звезд Максима Фадеева Глюкоза с фабрикой звезд 3 в лице Олега Добрынина Олега Добрынина, кто это такая? Олега Добрынина мне кажется я помню эту песню прости меня малыш или Коза Ностра короче что это? очки кайф я сказал прости меня малыш тоже абсолютно лживый проект потому что мы все знаем что мы все знаем в поток но теперь скажу мне нравится лук глюкозы охуенно очень ооочень крутой ду 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 дуру если любишь то простишь ду 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 дуру ты прости меня малыш ду 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 дуру если любишь то простишь ненавижу ее песни но знаю блин но это как и вся попса во тех лет она на подкорке у нас мы это как бы хотели лоботомию бы сделали не избавились бы я кинул окей чистова близка как я только сказал пусть зашкалил достань ты нажмешь на рэп записать секрет чтобы был с тобой и блестит асфальт ты промокла вся и машины гулят но ни шагу не за он не знает что ему делать это видно у него руки прямо он не знает что делать вот такой вот так вот и не надо мне говорить ты сидишь на кресле бухаешь и куришь и сам кого-то критикуешь я для этого здесь и нахожусь алю блять плюс а эти люди это люди общественные ой как называется общественные ха ну типа я слово забыл они напрашиваются на то чтобы их обсуждали все это нормально и плюс это интернет вы сможете всех обсуждать да а вы не знали вы можете обсуждать обсирать у вас есть на это право есть все но если вы адекватные селебрити вы просто либо не отвечаете либо такие типа блять ну господи очередное мнение все а не как у этого видели инстаграм влада лесовца господи я боюсь туда заходить ему напишешь что-то он он всем отвечает и всем причем типа ты шабол да хуел да бля посмотри на свою рожку вот так вот прямо и видно что человек закомплексованный очень когда меня срут я прохожу мимо либо я ржу над этим в плане типа типа да такой да есть такое да есть грешен а кто не грешен а кто не грешен интерактивнее некогда абоненты МТС могут посылать нам смс сообщения и я предлагаю просто делать это для того чтобы спасти полюбившегося вам полуфабриката и вырвать его из заточения в котором он всегда находится вы можете подарить вашему любимцу целый день общения с кем-нибудь из близких выпустить его на волю выпустим его в увольнение если только вы за него проголосуете еще различные поощрения я уже о них просто не знаю делаем следующим образом берем телефон подключенный к МТС посылаем на номер шесть семь восемь фамилию любимого вами полуфабриката в конце недели мы подводим итог формируем пятерку лучших и победителю дарим мегаподарок выпускаем его на свободу звоните уже можете прямо сейчас а самый активный абонент получит вот такой вот телефон так что будьте активны это в ваших же интересах посылайте смс сообщения и вот вот это может быть перейдет к вам кстати по моему модель совершенно потрясающая стоимость исходящего сообщения 30 центов без учета НДС и налога с продаж центов почему это считалось в центах что а я хочу сказать тем кто еще не бросился к своему телефону и не начал нажимать там кнопочки истошно хотя сделать это уже нужно слушайте гимн фабрики 3 фабрика на первом на сегодня завершать свою работу боже это дешевая песня до встречи на первом будьте с нами надо будет после этого сходить в зеркало у меня такое ощущение что у меня с глазом с этим что-то следи со мной ты далеко ты себя дарил sorry с ошибком ты меня прости в нашем доме все для тебя и на небосклонье загорит звезда Вот так, правда? Я думаю, запишу сейчас еще один выпуск, вот прям сейчас. Я просто хочу узнать сольники, мне очень интересно. Я помню, для меня еще в детстве было так странно, типа одна Вебер, а вторая Ортман. И я тоже как-то путал, типа, кто из них Ортман, кто из них Вебер. А вернется солнцем и тысячи огней. Пабрика на первом, пабрика на первом. Голоску не верует в свою звезду. По жизни смелой и черно-белой. Посмотри на небо, я тебя там жду. Пабрика на первом, пабрика на первом. Голоску не верует в свою звезду. По жизни смелой и черно-белой. У меня такое ощущение, что их заставляли ходить в солярии. Они какие-то все, прям все загорелые. Ну почти. Голоску не верует в свою звезду. По жизни смелой и черно-белой. Ну Ортман и вот тот, который из КГБ, просто ниггеры. Ты глянь, просто. Ну ребят, вот такой вот выпуск получился. Очень информативный. Я сам, если честно, немножко охуеваю, насколько много комментариев у меня, ну из меня вышло. Я обычно не так много разговариваю, да. Видимо, сегодня какой-нибудь приятный солнечный денек, да. И захотелось поговорить и пообсуждать. Вы пишите сразу же внизу, надо ли вам, что у меня с глазом, твою мать, я боюсь.